Добрый день! В этом видео мы познакомимся с профессиональным станком для копирования ключей Bianchi 304 от известной на мировом рынке итальянской компании K-Line. Bianchi 304 идеально подходит для дублирования перфорированных ключей и лазерных ключей с кодовой нарезкой в виде змейки. Станок оборудован асинхронным двигателем мощностью 200 ватт, кнопками подачи напряжения на двигатель станка, подключенными через реле для обеспечения большей безопасности, светодиодной подсветкой рабочей зоны, кареткой, которая движется во всех направлениях горизонтальной плоскости и механизмом фиксации в необходимом положении, приводом фрезы и копера с удобным механизмом фиксации в нужном положении, зажимами ключей с возможностью фиксации под углами до 45 градусов, кнопкой подачи питания, ящиком для хранения инструментов, электромеханическим механизмом калибровки фрезы со звуковой и визуальной индикацией, инструкцией по эксплуатации, габаритные размеры, ширина 30 сантиметров, глубина 37 сантиметров, высота 52 сантиметра, вес составляет 23 килограмма. В комплекте со станком производителем поставляется фреза и копер для перфоключей с углом 90 градусов, фреза и копер для лазерных ключей диаметром 2,5 миллиметра, специальным ключом для установки и демонтажа фрезы и копера, двумя упорами для центрирования ключей в зажимах, набором шестигранных ключей для всех винтов станка, щеткой для очистки металлической стружки. Проверим возможности данного станка в процессе работы. Попробуем изготовить копию ключа с кодовыми нарезками в виде змейки и лунок под углами. Перед началом работы нужно подобрать заготовку ключа и необходимые фрезы. Что мы сделали заранее? Воспользуемся фрезой для лунок с углом 90 градусов и фрезой диаметром 1,5 миллиметров для змейки. И конечно же заготовка ключа с подходящим профилем. Процесс копирования ключа начнем с луночных нарезок под углом. Устанавливаем фрезу и копер для нарезки лунок в посадочные места и фиксируем их. Обязательно проходим процедуру калибровки. Заодно проверим, как зарекомендует себя механизм электромеханической калибровки. Для этого поднимаем до упора подпружиненный патрон копера и фиксируем его поворотом специальной шайбы. Подводим фрезу и копер к зажимам и упираем в рабочую поверхность. Ориентируясь по световой индикации, легко понять, в какую сторону вращать регулировочную ручку. Поворачиваем регулировку копера до появления звукового сигнала. Сигнал зазвучал, при этом загорелся зеленый индикатор. Калибровка по высоте закончена. Теперь проверяем соосность зажимов. Для этого подводим фрезу и копер с левой стороны рабочей поверхности зажимов. Зазвучал сигнал, значит все в порядке. После этого можно опустить пружину копера. Процесс настройки полностью завершен. Теперь с уверенностью можно приступить к изготовлению копии ключа. Вставляем в зажимы упоры для центрирования ключей. В левом зажиме фиксируем ключ оригинал, в правом зажиме заготовку. Вынимаем упоры, чтобы они не мешали в процессе нарезки. Поворачиваем зажимы до тех пор, пока нарезки на ключе не станут в горизонтальное положение. Фиксируем зажимы. Опускаем копер в одну из нарезок ключа и закручиваем рукоятки фиксации каретки, чтобы она двигалась только в заданном направлении. Теперь нажимаем кнопку подачи питания на двигатель и по очереди опускаем копер в каждую нарезку, ключа до упора. При этом фреза вырезает аналогичное углубление на заготовке. Для нарезки второго ряда луна устанавливаем зажимы под необходимым углом и аналогично первому ряду проходим по всем углублениям. Для изготовления второй стороны переворачиваем заготовку. Не забываем про упор для центровки. Переворачивать ключ оригинал нет необходимости, так как кодовые нарезки одинаковы с обеих сторон. Приступаем к нарезке второй стороны. Все полностью аналогично, как с первой стороной. По окончанию нарезки сметаем стружку щеткой. Теперь приступим к копированию кодовой нарезки в виде змейки. Устанавливаем фрезу и копер для нарезки змейки в посадочные места и фиксируем их. При каждой смене фрезы нужно проходить процедуру калибровки. Все точно так же, как и в первый раз. Фиксируем патрон копера в верхнем положении. Подводим фрезу и копер к зажимам и упираем в рабочую поверхность. Прокручиваем регулировку до появления звукового сигнала. Обратно вставляем в зажимы ключи. Не забываем про центровочные упоры. Теперь нажимаем кнопку подачи питания на двигатель и опускаем копер в нарезку ключа до упора. Фиксируем фрезу в этом положении поворотом рычага. Не спеша начинаем проходить все изгибы. Обязательно сметаем стружку щеткой, чтобы она не мешала нарезать вторую сторону. Сдувать категорически запрещено, так как стружка может попасть в глаза. Переворачиваем заготовку, центрируем и прорезаем еще одну сторону. Очищаем новый ключ от заусенец. Для полного убеждения в работоспособности дубликата проверяем его в цилиндре. Все превосходно работает. Подведем итог нашего знакомства с данным станком. Bianchi 304 оправдал все ожидания. Электромеханическая калибровка очень помогает в работе и ускоряет процесс смены режущих инструментов. Фиксаторы положения фрезы и каретки очень надежные и не разбалтываются в процессе работы, что очень влияет на скорость и качество изготовления дубликатов. Зажимы с возможностью установки под углами до 45 градусов очень серьезно расширяют возможности по нарезке перфоключей любой сложности. А теперь самое важное. Стать владельцем профессиональных станков очень просто. SPV Company Ltd. предоставляет оборудование Keyline в аренду на 1, 2 или 3 года. И самое важное. По истечению срока аренды станок возможно выкупить за 1 гривну. Получая станок Bianchi 304 в аренду на 1 год, ежемесячный платеж составит 3630 гривен, на 2 года – 1930 гривен в месяц и 1380 гривен в месяц при аренде на 3 года. SPV Company Ltd. на правах генерального дистрибьютора в Украину производит прямые поставки и реализацию всей линейки оборудования Keyline для изготовления ключей. С вами был Александр Вороной. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!